здрасте здрасте люди добрые это youtube канал бот тербин сегодня ребята я наконец-то добрался до игры которая называется сифу ребятки я не знаю как мой компьютер 2013 года способен выдержать эту игру на ультрах смотрите я кроме шуток все на ультрах это движок unreal engine 4 у меня комп 13 года сейчас на дворе какой там у нас 2022 и на ультрах игра идет в общем будем пытаться в это играть все блогеры которых я видел про игру говорят что она от рындец какая сложная что тут постоянно герой умирает но герой ребята здесь умирает не просто так я вам объясню как он здесь умирает каждая смерть прибавляет ему годы жизни например первая смерть это плюс один год жизни 2 дальше ну и в общем многие говорят что до первого босса доходили уже пенсионерами настолько это сложная лютая игра уровня сложности здесь не существует потому что уровень сложности определяется когда вы проходите обучение и после этого игра сама в зависимости от того как вы проводите поединки она присваивает игре уже определенную степень сложности в зависимости от вашего мастерства сюжет такой простенький какой-то ученик величайшего учителя старого маленького худенького начинает сражаться с учениками этого самого старого учителя для того чтобы получить какую-то шкатулку которая наверное невероятно ценностью обладает возможно эта ценность какая-то мистическая возможно какая-то ценность материальная это мне неизвестно и в поединке этот бывший ученик которого зовут юнь убивает своего наставника наставник является отцом вот этого вот главного героя которого кстати в начале игры тоже убивают путем удара мачете по шее но у ребенка в руках есть вот сзади видите на на жопе висит какой-то амулет этот амулет обладает какой-то неземной энергией и позволяет ребенку не умереть а выжить после удара мачете по шее в общем мистика на мистике и мистикой погоняет потом нашему герою исполняется 20 лет он проходит определенное обучение с которым я так ну чуть чуть более менее разобрался и уже после этого обучения мы выходим в трущобы где мы стим тому человеку который бил нас мачете по шее это первый в нашем списке бандит которого нужно уничтожить но для того чтобы до него дойти нужно пройти через трущобы играю я на персональном компьютере с помощью игрового геймпада от xbox 360 он же подходит для playstation 4 но пока на playstation у меня нет возможности скачать эту игру хотя очень имею бешеное желание скачать именно на playstation потому что там играть и записывать ролики намного удобнее чем с персонального компьютера потому что персональный компьютер у меня очень древний 13 того года в принципе playstation тоже 13 года но она у меня не простая slim к и ну с нее мне намного удобнее играть управление более отзывчивая потому что компьютер он постоянно грешит подвисаниями постоянно перегревается вырубается в общем на соньки мне как-то играть проще не знаю почему но проще всегда мне было именно играть на соньки так пока все идет по плану но опять же боевые сцены только против одного противника они не вызывают особой сложности и все поединки проходят на ура вот можно сражаться бутылками подручными всякими предметами табуретками палками но я пока в реальных как бы так скажем условиях игры не применял подручные предметы потому что проходил только обучение и сражался с болванчиками на обучение которые были очень мягенькие легенькие и вообще не вызывали никакой сложности вообще мне очень нравится жанр файтинг особенно люблю файтинге голыми руками но также играю с большим удовольствием в игры которые связаны со средневековой тематикой щиты мечи луки и все прочее очень нравится за метрическая игра которая вышла в переиздании это diablo 2 resurrected которая включает в себя все сюжетные дополнения а также некоторые нововведения в общем все это играется с мной с очень большим удовольствием и в эту игру я играю также с большим удовольствием она очень очень ребята похоже на игру которая называется абсолвер возможно выпустили и абсолвер и эту игру одни и те же разработчики но это не точно чем-то напоминает игра башню смерти где нужно постоянно подниматься на верхние этажи сражаясь множеством ублюдков всевозможных и очень напоминает эта игра такую игру как тоже про восточные единоборства где сражался герой нео из матрицы эта игра называлась матрица пачу фнео также напоминает чем-то бэтмена бэтмена именно арка море джинс почему-то именно арка море джинс мне это напоминает но опять же опять же все спорно все это вкусовщина и кто так кому-то одно напоминает кому-то другое так что но абсолвер вообще один в один рисовка методы борьбы вот это вот шкала которая вы видите в средней части экрана в общем очень 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 напоминает все это абсолвер единственное что в абсолвере ублюдочная боевка в плане того что нихера непонятно как атаковать противника и как от него защищаться там есть типа четыре стойки тире стиля в общем нихера не игра классно все боевка неплохая но нихерище просто нихерище непонятно что там нужно делать хотя проходишь обучение все идеально проходишь как только идешь в реальный игровой процесс полная путаница непонятно как себя враг атакует как от него защищаться в общем в этом плане сифу намного приятней и понятней интуитивно именно понятней даже без обучения там то есть минимальные подсказки какие-то достаточно для того чтобы понять игру так производимый здесь наркотик вышел на рынок спустя несколько лет после смерти моего отца говорит главный герой и с тех пор объема его избыта значительно выросли ну естественно наркотики куда же без них пока мы бутылку не общую голову не разбивали еще и это плохо это упущение надо немедленно это упущение ликвидировать вот мы запускаем бутылку вот тут видите у нас привет из фильма рейды ребята фильм рейд кто помнит там такой колоритный кореец сражался с превосходящими силами противника путем рукопашной схватки и оружие ближнего боя он использовал топоры палки в общем все очень очень интересно и качественно в этом фильме было поставлено смотрелось все просто изумительно в принципе так же как и в этой игре единственные у меня вопросы к рисовке рисовка мультяшная напоминает чем-то рисовку фортнайт но даже в фортнайте рисовка это более детальная да в принципе я вам так хочу сказать вот например у меня пока 2013 года так а игра 2022 года и игра у меня идет на ультра настройках ну вы понимаете да что к этой игре очень много вопросов вот например тот же самый ассасин скрет вальгала на моем компьютере даже не запустился потому что видеокарта выпущенная в тринадцатом году не поддерживает директ x 12 опа а вот и первая смерть ребятки я вас поздравляю мы посмотрели первую смерти это счетчик смертей он увеличивается на единицу с каждой смертью то есть наш персонаж стареет после каждой смерти на один год к 70 годам наш персонаж будет мертв то есть когда исполняется персонажу 70 лет он последний раз выживает и 71 год ему уже не не наступает то есть он умирает после этого возраста вот еще у меня знаете есть небольшие вопросы к шкале жизни где же находится шкала жизни нашего персонажа в левом верхнем углу если то вопрос нахера тогда шкала которая снизу не совсем понятно возможно это шкала выносливости типа или что пока что я не совсем осознаю как здесь у нас проходит потеря прочности двигаемся дальше пока что сдохли мы один раз ребята может быть нам удастся дойти до первого босса если нам сильно присильно повезет ну хотя как я послушал блогеров здесь видите я со спины не стал нападать как крыса решил подождать пока это ублюдено обернется тут есть кстати враги которые позволяют путем победы над ними восстановить наш запас прочности вот какой упертый малый смотрите все никак не хочет подыхать это что за беспорядок так так хорошо 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 вот очень мне не нравится что здесь нихера не понять куда идти надо бегать вот это вот искать мы же играем файтинг покажите вы просто какие-то метки для того чтоб я нихера не искал я же просто включаю грудь для чего для того чтобы подраться я не хочу нихера бродить если я захочу побродить я включу бродилку охренеть ребята посмотрите как он часто подыхать действительно я полностью согласен с блогерами которые говорят что герой часто сдыхает очень интересно очень интересно построен игровой процесс на старение вот уже видите первый раз когда он умер ему был 21 год а сейчас ему стало уже ребятки аж целых 23 то есть получается со второй смертью он постарел аж на целых два года два года потерял чувак просто пройдя немножко по неблагополучному району опачки третья смерть охренеть просто так хорошо интересно сколько сейчас он использует уже 26 прямо три года прибавилось вот это да офигеть ребята я не знаю если он будет подыхать такими темпами хотя у меня в именно играх которые с ближним боем связаны большой опыт был в прошлом но это опять же в прошлом как бы я этот опыт не наигрывал потому что если есть возможность играешь в такую всякую херню онлайновую там потому что играть можно с живыми игроками живыми игроками но интереснее намного интереснее играть чем с компьютерными болванчиками поэтому конечно же сноровка теряется вот например взять тот же самый for honor или for honor как там правильно не знаю произносить в общем это игра про поединки на разных видах холодного оружия и игра мне это очень очень нравится но в нее играть мне стало очень трудно потому что вот именно эту сноровку я как раз таки потерял по игре с использованием оружия ближнего боя охренеть он постарел уже тридцатка тридцатка чуваку исполнилось так смотрим у него же потихонечку к 30 годам начинает расти бородка он начинает немножко у нас уже остановиться таким суровым чуваком охренеть ребята просто охренеть это просто невозможно да я думаю что к 54 годам мы не дойдем такими темпами не получится у нас дойти до первого главаря как видите амулет который у нас на заднице висит становится все короче и короче это жизненный путь нашего мастера восточных единоборств о мы сбросили сбросили штраф и возможно множитель лет уже не будет так сильно давить на нашего героя и мы сумеем блин у меня ребята не получается сделать подсечку а у моих врагов очень хорошо это получается делать вот если если я умел делать подсечку тогда бы мне было конечно проще но эти падлы видите они убегают на большую дистанцию меня не получается сблизиться о наконец-то наконец-то я его прикончил сбросил дважды множитель меня был множитель смертей на пяти теперь на трех единицах вот такая у нас стрижка это сколько нам лет получается 35 до 35 вот такой вот стилек у нас опять же непонятно нихерище просто куда идти идем чисто интуитивно склад он все ближе это нам герой говорит про того человека который его убил в детстве и после чего герой благодаря своему амулету с неизвестной магической силой сумел выжить ох ребята это скотство это просто скотство я бегаю бегаю как олень по этому уровню и нихера не понимаю куда идти это плохо просто впустую теряешь время вместо того чтобы играть так это что такое возраст 35 лет выберите одну награду какая награда нам нужна запас структуры здоровье при тейкдауне увеличить здоровье при тейкдауне дальше так это у нас идет ну давай сделаем мы здоровье 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 почему-то нам не дают а все открыто да на изучение этого навыка будут потрачены очки опыта окей вот открыли мы перманентно этот навык то есть мы сможем 40 годам увеличить свое здоровье когда наш персонаж будет подыхать у нас есть такой как бы типа небольшой бонус и увеличится шкала запаса прочности у нас прыжок лазание вот мы куда-то залезли блин ребята мать их за ногу в этих китайских гребанных кварталах узеньких тоненьких похожих друг на друга очень тяжело ориентироваться то есть помимо сложности боевой системы здесь еще сложность нахождение пути конечно я бы очень хотел дойти хотя бы до первого босса и показать его вам как я с ним сражусь и и получится ли не состариться и не подохнуть у нашего героя не но охренеть он конечно постарел буквально там пару шагов прошел и уже такое у него изменение произошло в организме с 20 до 35 лет на 15 лет состарился пройдя там буквально пару метров вот опять нихера непонятно чё тут лезть надо может быть тут на эту парашу нужно залезть но вот зачем так делать это же тупая игра тут просто как бы даже и сюжет как я понимаю не так важен каноничный сюжет из фильмов старых это 70 80 начала 90-х годов где ох ты ж мать твою я еле уклонился смотрите какой-то жирный боров на меня напал ох ты смотрите как он хорошо хорошо бросает бросает просто изумительно очень шустрый несмотря на то что у него избыточный вес он очень очень хорошо обращается со своим телом и мы видим как трудно с ним сражаться но тем не менее на минимальных на минимальном количестве жизни нам удалось все таки его одолеть вот тут какие-то банкноты у нас это деньги от наркоторговли деньги от шантажа не сомневаюсь что тут есть и деньги от заказных убийств но он наверное растут банды промышляют наркотиками нападением на людей естественно логично предположить что заказными убийствами они также занимаются хорошо как и наркотиками хотя слово хорошо по отношению к заказным убийствам это такое знаете спорный термин так давайте давайте шевелитесь говорит наш герой и приходит на кухню по производству наркоты знаете мне кажется что уже давным-давно пора нападать на них со спины потому что их становится все больше и больше и больше и наш герой подыхает подожди говорим мы нашему герою так минус 1 эта девушка по моему до враг я просто ребята сейчас записываю футаж этот и я не слышу игру потому что у меня игра запущена в широкоформатном формате я слышу только свой голос и саму игру я не слышу ее слышите вы а я ни херище просто не слышу так что я не знаю что там творится по звуку как там мой микрофон надеюсь что все нормально но я примерно откалибровал это все дело еще на прошлых стримах поэтому ах ты ж мать твою блин тварь конченая скотина я просто не знаю ребята уже ему 42 года это просто охренеть можно блин просто жесть просто жесть это нереально нереально сложная игра до такого такого ребятки я не встречал говорят что боевка здесь похоже на арка мавскую я бы поспорил я бы поспорил боевка здесь очень очень специфичная да мы нажимаем блок в нужный момент мы нажимаем комбинации клавиш которые представлены в нужный момент но защититься здесь очень сложно потому что персонаж устает он не может защищаться бесконечно он не превращается в прокачанный танк воин в этой игре всегда остается воином в данном случае воином пожилым всегда пожилым потому что и знаете с возрастом наверное эта концентрация будет падать потому что он до сила ударов и мастерство становится как бы выше но выносливость она немножко быстрее накапливается с накоплением лет нашего героя так счет на уровне 1230 пока что волосы все длиннее борода все длиннее седина еще не появилась но это видно совсем чуть-чуть ну чуваку уже 40 с чем-то лет как бы можно его понять куда ж тут без седины денешься так открываем дверь идем дальше вот тут палка какая-то валяется давайте мы ее на всякий случай прихватим может быть удастся опустить ее на чье-то рыло пару раз так это дверь у нас ведет куда ведет в какую-то комнату где дяденька злодей не не один в двух экземплярах тут злодеи содержится опа опа как они резво резво начинают нас прессовать один сразу же вырубается множитель смертей множитель лет мы с вами здесь немножечко немножечко совсем чуть-чуть сбрасываем и тут же очень сильно получаем враговой отсек ай-яй-яй-яй вот сдох сдох еще раз так сколько лет нам становится сейчас давайте смотреть 52 года но уже можно сказать что после этого нажопника он стал пожилым человеком потому что за 50 это уже возраст выше среднего вот обратите внимание такой суровый взгляд у него умудренный жизнью хотя на самом деле он прошел пару кварталов и пару этажей да то есть получается персонаж уже давно умер и он живет в долг благодаря магическому амулету который висит на его поясе поэтому по сути он уже погиб еще будучи маленьким ребенком когда его ударили мачете по шее ну через пару минут сейчас мы сейчас может мы ребятки все-таки дойдем до первого босса я мечтаю об этом надеюсь что у нас это получится вот уже вот он склад вот по сути по сути склад мы уже нашли вот он склад ах бляха их просто охереть как много если бы они нападали хотя бы по трое по трое ах ты ж мать твою за ногу было бы конечно про ах ты ж скотина так сколько лет сколько лет нам ребята пятьдесят семь 57 лет вы уж меня если что особо не ругайте потому что ну блин первый раз я играю в это дело первый раз играю и думать я не думал что есть какая-то игра в которой у меня не получится дойти до босса тем более в жанре файтинг мать его мой любимый жанр охренеть конечно круто круто сражается наш мастер восточных единоборств но мой навык оставляет желать лучшего поэтому даже этот величайший боец знающий кунг-фу как свои пять пальцев под моим управлением безудержно стареет и возможно скоро он отобьет дупля и сдохнет нахрен под атаками вражеской не чистой силы вставай вставай подонок чё разлегся так возраст 62 года нам осталось умереть дважды после этого мы закончим свой жизненный путь на этой печальной ноте и так на носу последняя смерть нашему персонажу исполнилось 68 лет и следующее его падение будет уже роковым я не знаю он не может блокировать он не может блокировать атаки этой сволочи которая на него нападает четко какая-то с магической энергией я не знаю не знаю понятия не имею что с ней делать она очень очень больно дерется и я не знаю что с ней делать просто чудовищным образом она отнимала у нас жизни да ребята не получилось дойти до главаря у нас цветок который используется при создании лилового тумана я не знаю что это значит и так же я еще не совсем знаком с механика игры вот видите есть такой режим концентрации где можно атаковать врагов по болевым точкам к сожалению я не совсем четко и осознанно могу применять этот навык но все же нам удалось из этого помещения выйти до так меня ждут как бить по болевым точкам у меня есть определенный уровень концентрации так я ударил ударил чувака в болевую точку и возможно возможно у меня получится пройти этот эпизод а может быть и нет все по идее он должен умереть после этого 74 года это смерть нет ну просто я смотрел обзор и говорили про то что когда исполняется 70 лет и более он персонаж умирает но моему персонажу 74 и он по-прежнему сражается не знаю почему возможно обзорщики ошиблись и если ты пересекаешь черту в 74 года у тебя есть еще один шанс но шанс это продлится недолго ребята я вам обещаю потому что даже рядовые враги очень являются большой проблемой для меня сейчас при данном навыке игры и учитывая то что это мое первое прохождение я даже не сумел добраться до главаря восстановление концентрации восстановление структуры ну давайте наверное все таки остановимся на восстановление структуры чтобы это не значило открыть перманентно не перманентно вот но нахера эти загадки а все ребята смотрите все жетоны с нашего амулета были растрачены поэтому больше мы им воспользоваться уже не сумеем и это наш последний шанс ну который мы естественно просрём как я вам уже говорил потому что даже не то что главаря рядовые враги они жалятся просто получше пчел и побольнее так дорога есть только сюда блин это вот вылитый абсолвер ребята я вам просто говорю что несмотря на то что движок здесь анриал энджин 4 в абсолвере я там не помню какой но здесь картинка и картинка в абсолвере это просто две капли одной и той же воды так похоже что за ней скрывается чья-то личная комната ну и что мы же взяли этот как его ключик схема персонаж настройки и я короче хер его знает ребята как открыть эту грёбаную дверь идем пока дальше осталось пожить нашему персонажу от силы минуты две не больше так тут нам показывает какую-то кат-сцену что она значит на кат-сцене огромный качок выращивает растения наш старик к этому качку подходит но по крайней мере рука его выглядела как рука качка возможно это и есть тот самый чувак который нас убил в детстве да 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 глубоким пенсионером пришли мы к этому герою а точнее к простите к анти герою и он просто нас в кашу в кашу забивает подлая мерзкая ублюдочная паскуда пенсионера избивает нещадно просто нещадно мы вынуждены отступать искать ахты ж мать твою скотина смотрите как прессует вот же ж тварюка я не знаю я бы просто не могу лай уловить момент чтобы отбиться а смотрите здесь есть кнопка вот такая кнопка есть повторить попытку и что текущий прогресс за исключением детективной схемы будет утерян и вы сможете выбрать укрытие с которого начнется игра все мы ребята будем на этом заканчивать мы будем на этом заканчивать сейчас внутриигровое время 15 часов 34 минуты и я просто посмотрю что происходит после смерти персонажа 20 лет как и в начале первого прохождения то кстати у нас с вами запущена версия игры 1.5 дропе 3 330 на данный момент это у нас получается 2022 год февраль суббота 12 февраля до нашему персонажу 20 лет и единственное что после смерти у него остается это его открытая детективная схема то есть игра построена по принципу игр которые были в далекие 90-е годы когда после смерти персонаж должен начинать игру заново я очень уважаю разработчиков за то что они в наше время когда игры все построены по принципу нажми кнопку чтобы выиграть если не получилось нажми кнопку чтобы выиграть еще раз и нажимая до тех пор пока не выиграешь здесь для того чтобы выиграть нужно приобрести какой-то навык понять механику игры понять как это все дело работает как нужно действовать для того чтобы максимально качественно и продуктивно научиться проходить эту игру в общем большой респект разработчикам надеюсь вам понравилась эта игра также как и мне и возможно когда-нибудь мы еще в нее поиграем но пока я говорю вам до новых встреч это был youtube канал боттербин мы попытались сегодня сыграть в игру сифу получилось у нас или нет не знаю пишите в комментариях хотя бы до первого говоря в виде представителя пенсионного фонда мы добрались